Сегодня 27 октября, Всемирный день аудиовизуального наследия. Этот день был провозглашен в 2005 году на 33 сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. Он призван сохранить документы аудиовизуального наследия народов мира, видео, кино, фотографии, а также соответствующую аппаратуру. О том, как отметили знаменательный день в Якутске, расскажет Марьяна Кутукова. Дальнейшая работа Национального центра аудиовизуального наследия Якутии стала главной темой круглого стола. Сегодня в фондах центра хранится 32 тысячи кино, видеоматериалов новейшей истории Якутии. В них содержатся факты и события общественно-политической, экономической, культурной жизни народов нашей республики, начиная с 1924 года. Стоит, конечно, проблема в развитии этого центра в том, чтобы помещение им поменять, увеличить, потому что не очень приспособлены к помещению они находятся. Также при центре имеется музей кино, который тоже желательно бы иметь побольше помещения, потому что экспонатов много. Далее в доме музея «Якутская ссылка» открыли новую экспозицию музея кино Якутии. Музей обновили фотографиями известных кинематографистов, а также тех, кто всегда был за кадром. Кроме этого представлена история городских кинотеатров и новая аппаратура. Например, отныне в музее можно увидеть камеру «Конвас» первого кинооператора Якутии Никандра Савинова. Отдельным событием этого дня стал премьерный показ короткометражного фильма, который повествует о нелегком труде киномехаников-передвижников. Это были, по сути, очень универсальные люди, которые, помимо того, что они показывали кино, с техникой работали, они были сами просветителями, политинформаторами, агитаторами, даже, можно сказать, учителями. Они несли свет, знания и открывали окно в большой мир. Для жителей далеких сел, наслегов проходили тысячи километров на быках, на лошадях. И практически это образ жизни был. Короткометражный «Немой» фильм создан силами коллектива Республиканского центра аудиовизуального наследия. В завершение этого дня они выразили надежду, что кто-нибудь вдохновится этой идеей фильма и снимет уже полнометражное кино. И тогда непременно подвиг якутских киномехаников-передвижников тоже станет аудиовизуальным наследием Республики.